Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM. Начать, Владимир, с темы ЖКХ. Вы с коллегами, известно, держите эту сферу на особом контроле. Буквально накануне на сайте рекотделения ЛДПР появилась информация о том, что может быть возбуждено уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство» в отношении руководителей управляющей компании Ленинского района и управляющей компанией Ленинского района города Кирова. Оказывается, это две разные вещи. Да, да, да. О чем идет речь? Речь идет как раз о том, что это, во-первых, две разные управляющие компании. То есть история создания одной и второй компании, мы там, наверное, ее сейчас обсуждать не будем, но как эти компании сосуществовали, наверное, стоит разобрать. Как известно, ведь в каждой управляющей компании должен быть свой сайт по правилам. Да, они должны публиковать информацию. Сайт управляющей компании Ленинского района, он есть, а города Кирова почему-то его нет. Ну, по крайней мере, я его не нашел. Города Кирова это вообще специфичная управляющая компания. Вот как раз там приставка города Кирова, это, наверное, единственное, что ее отличает от той управляющей компании в плане ведения хозяйства. Хозяйство ведется там безобразно, что в той, что в другой управляющей компании. Но дело не в этом. Сейчас мы говорим о другом, а потенциально в уголовном деле. Прокуратура видит состав преступления, предусмотренного уголовным кодексом. Именно уголовным. То есть административку они не увидели, а увидели нарушение куда серьезнее. О чем речь? Одна управляющая компания вдруг почему-то решила взять на себя долги другой управляющей компании перед ресурсоснабжающими организациями в количестве 106 миллионов. Какая решила взять? У кого? Города Кирова передает управляющей компании Ленинского района долги. Казалось бы, я вам больше скажу. Долгое время обе эти управляющие компании возглавлял один человек. Фамилия Никулин. Как они так существовали и могут ли там действительно быть четко обозначены границы между одной и второй управляющей компанией при таких делах, когда один директор возглавляет? Наверное, нет. И может быть поэтому так легко одна управляющая компания берет долги другой управляющей компании. Но для вас, как для жителя, четко понятно, что ваш дом находится под управлением, допустим, управляющей компанией Ленинского района города Кирова. Все в кавычках. Да, допустим. Если вдруг какая-то другая управляющая компания передает долги вашей управляющей компании, у вас возникнет вопрос, а не скажется ли это на мне, как на плательщике. Да, вам может ваш директор сказать, да нет, не скажется, это же отдельный финансовый субъект, который несет за свои долговые обязательства сам ответственность. А не вы, вы, наверное, поверите, но на деле может оказаться по-другому. И невыполненные ремонты, и там еще что-то. Собранные деньги в итоге могут быть потрачены не по назначению. Вот сейчас есть подозрение, что так и будет. Долги-то, собственно, откуда? Долги перед ресурсниками. Не секрет, что в Кирове есть дома, которые, ну так скажем, выгодно обслуживать, которые невыгодно обслуживать. Да, так вот, я так понимаю, деление в управляющей компании Ленинского района как раз по этому принципу и произошло. Дома, которые выгодно содержать и ремонтировать, попали в одну управляйку, а дома, которые содержать невыгодно, попали в другую. Вот как раз невыгодные дома накопили много долгов. А та управляющая компания, которая обслуживала дома, которые с хорошей оплатой, с большой квадратурой, как следствие с высокой собираемостью, по сути, должны были приносить управляющей компании большой доход. И, наверное, там, эта управляющая компания этот доход как-то бы показывала по итогам финансового периода. Но случилось странное, вдруг эта управляющая компания, которая должна показывать доход, берет на себя обязательства второй управляющей компании. — А когда это было вообще? — Это случилось в 2017 году. Случилось в 2017 году, да. Ну, соответственно, а долги копились, как вы понимаете, намного дольше. — То есть, подожди, люди платили, а управляющая компания не перечисляла или не все перечисляла? — А вот это отдельный вопрос. Вот сейчас у нас управляющая компания, причем я бы не сказал, что это только управляющая компания Ленинского района. Складывается такая ситуация, что управляющие компании вместо того, чтобы быть просто распределителем средств и контролером качества оказанных услуг, берут на себя функции, ну, так скажем, не просто распределителя, а собственника. Короче говоря, берут функции собственника и решают. — А вот этому товарищу мы заплатим за услуги сейчас, а этому через месяц, а этому, может быть, вообще не заплатим, да. А с жильцов мы, может быть, возьмем деньги чуть больше. Я уже как-то в одном из эфиров говорил, что мы вскрыли факт, не буду называть управляющую компанию, тоже большая, известная, когда за обслуживание и ремонт лифтов управляющая компания еще доначисляла свою, так сказать, маржу к сумме, которую выставляла субподрядная организация. То есть обслуживать лифты могут всего пять организаций в городе Кирове, они предоставляют какой-то тариф, и управляющая компания почему-то к этой сумме добавляет еще свой интерес. На каком основании? Вы и так получаете деньги за то, что вы ездите. — Не понимаю, на каком основании. — И никто не понимает. Деньги в итоге вернули. Дом на Ленина 20. — А, ну, мы знаем, там, прекрасный активист, говоритель Валерий Семенович. — Благодаря ему и вернули. — Через суд? — Не через суд. Путем убеждения управляющей компании, что так делать нельзя, действительно согласились. Так делать нельзя. Наверное, если бы было можно, они бы и не согласились. И многие другие управляющие компании подменяют собой собственников. Деньги собирают собственников, они не распоряжаются своими бюджетами. То же самое с управляющими компаниями Ленинского района и Ленинского района города Кирова. Ну, на самом деле, запутаться здесь очень легко. Даже название отличается всего на два слова, дублируется полностью. Как там обстоят вот эти все финансовые процессы, тоже очень сложно разобраться. Мы по одной управляйке, несмотря на то, что отправляли запросы, депутатские ответы получали, в общем, конечный ответ получили через пять месяцев только. Бардак в управляйках, мы об этом говорили давно, Ленинская показала окончательность. Так вот, 106 миллионов долгов. — Возвращаясь к этой сумме. — Одна забирает у другой. — Зачем? Ну, вот любой разумный руководитель у организации может вдруг взять ни с того ни с сего долги другой организации и их выплачивать. Ну, вот зачем это нужно? Для того, чтобы утопить вполне себе эффективную управляющую компанию Ленинского района, которая, на минуточку, через муниципальное предприятие, например, автотранспортное предприятие, принадлежит городу. Мы говорим об эффективном использовании бюджетных средств. Да, пускай, может быть, она не датируется, но тем, что она не приносит доход, она фактически лишает бюджета дополнительных денежных средств. То есть мы опять получаем, вместо одной убыточной и одной нормально функционирующей, мы получаем фактически две убыточные. — Уточните, кого банкротим-то из них? — А банкротятся обе сейчас. — Обе, да. То есть вот о чем и речь. То есть одна была нормальная, вторая была в предбанкротном состоянии. Сейчас обе готовятся к банкротству. Может быть, конечно, банкротство избежат. Тут рано забегать, но та долговая нагрузка, которая сейчас есть, все-таки не внушает надежды. Ну, как минимум, город, повторюсь, недополучил денежных средств в виде прибыли управляющей компании. — А как вам вообще эта история стала известна? — Обратились жители, которые... — Рядовые, обычно. — Да-да-да, я вам могу привести пример. Мы вообще озаботились вот чем. — Управляющая компания как раз-таки Ленинского района не озаботилась тем, чтобы ресурсоснабжающие организации были надлежащим образом уведомлены о том, что в домах стоят приборы учета. — В Налинске такая ситуация. — Вообще домовой. — Да-да-да, в Налинске аналогичная ситуация. Там, конечно, несколько по-другому события развивались, но, тем не менее, сейчас жители должны кто-то 80, кто-то 40 тысяч, потому что как раз-таки с ресурсниками чиновники не договорились. Одни решили, что можно отключиться от центрального отопления и водоснабжения, а вторые решили, что так делать нельзя. Не договорились, в итоге одни спор проиграли, развели руками, а вся ответственность пала на жителей. И вот мы начали переживать, что здесь будет точно так же. Жители сейчас платят по приборам учета, но приборы учета фактически сейчас в эксплуатацию не введены, или там введены, но с нарушением действующего законодательства. — Приемка называется. — Да, соответственно, да, ну и управляющая компания, либо уполномоченный орган, там совет дома, еще что-то, если это товарищество собственников жилья, обязан уведомить ресурсоснабжающую организацию о том, что данные приборы установлены, эти приборы должны проходить по верку и так далее. То есть тогда действительно данные с этих приборов можно получать. Сейчас же у ресурсоснабжающей организации есть все основания предъявить, ну, для начала управляющей компанией счет, который будет рассчитан, исходя из норматива. Не фактически потребленной, там, энергии, вот, количества. — Это больше. — Это больше, конечно. — Это больше примерно в два с половиной раза. — Да ладно. — Да, вот расчеты там конкретно... — Это сумасшедшая цифра. Ну, представьте, вы платите там условную тысячу рублей, да, а вам говорят, нет, вы должны платить две с половиной. Более того, вам говорят об этом спустя какое-то время, когда вы уже управляющей компанией, наверное, претензии предъявить не сможете, потому что она обанкротилась. Вот мы как раз опасались, что эта история, похожая на Налинскую, будет разыгрываться в Кирове. Кстати, очень тяжело сейчас отыграть обратно в Налинске, потому что и суды встают на сторону ресурсоснабжающих организаций. Причем законно встают на сторону, потому что есть ли основания требовать по нормативу? Есть, потому что приборы не были надлежащим образом поставлены на учет. — Владимир, я прошу прощения, нам сделать сейчас? — Конечно. — По регламенту небольшую паузу, буквально полминуты, мы продолжим эту тему и перейдем к следующему, конечно же. Особое мнение на 101FM Особое мнение продолжается, и сегодня это особое мнение Владимира Костина, координатора Кировского регионального отделения ЛДПР, руководителя фракции ЛДПР в Закособрании Кировской области. И мы вот говорим о возможном возбуждении уголовного дела в отношении руководителей или руководителя одного. — Руководителя. — Руководителя, фамилию которого мы озвучили ранее. Вы какую роль играете во всем этом? — Повторюсь, с чего начиналось. Крайне важно здесь соблюсти интересы граждан. Интересы граждан в том, чтобы не переплачивать за коммунальные услуги, а за то, что оплачено, те услуги, которые оплачены, получить их своевременно и качественно. Да, вот мы тут выступаем с этой стороны, со стороны жителей. А будет там уголовное дело? Не будет. Ну, там правоохранительные органы разберутся. Было там преднамеренное банкротство или нет? — Интересно, вернее, кошельки. Скольких кировчан затрагиваются? — Насколько я помню, за двумя вот этими управляющими компаниями закреплено порядка 800 домов. Ну, если там средний дом взять хотя бы на 50 квартир, можно получить, что называется, кругленькую сумму человек. — На ваш взгляд, как будет дальше развиваться события? — Я надеюсь, что, во-первых, ресурсники и управляющие компании договорятся. Надеюсь, что это случится без вовлечения в эти процессы собственников жилья. Но уж если так случится, что с вовлечением собственников, мы, конечно же, будем собственников защищать, в том числе, в суде. — Есть такие силы? — Да. — Есть такие возможности. Хорошо, давайте дальше поедем. Так ускоряться тем еще очень много. И слушатели тоже активно себя проявляют на сайте kirova.ru. Есть первые вопросы. Вам чуть позже озвучу их. Ну, давайте теперь поговорим о том выступлении в Рио губернатора, которое состоялось на пленарном заседании ОЗС на прошлой неделе, 27 числа. Несколько слов, как его оцениваете. Вы там сами потом выступали? — Да, было дело. — Руководителям фракции каждому была предоставлена возможность? — Я, собственно, наверное, пробегусь по тому, что было сказано мной, потому что выступление как раз было посвящено посланию или выступлению чёту губернатора. — Прошел год после того, как Игорь Владимирович на свой пост заступил. Важно понять, как эффективно этот год прошел и понять, есть ли положительная динамика. Ключевой посыл, который я хотел донести, положительная динамика по некоторым вопросам есть, но темпы получения вот этого эффекта от работы временно исполняющего обязанности губернатора, они намного медленнее, чем мы ожидали. — Чем ожидали или чем можем? — Чем мы ожидали. — А можем? — Я думаю, что мы ожидали-то ещё и даже по условно-пессимистичному сценарию. Можем-то мы, ого-го, одна лесная отрасль у нас чего стоит. Да и опять же, если посмотреть по управлению предприятиями с муниципальным и государственным участием, в том числе по управляющим компаниям, то там потенциал гигантский просто. Если сейчас, а, наладить эффективность, б, быть может, искоренить какие-то там, знаете, личные чьи-то интересы, ну так я называю это, да, кому надо, тот додумает. — Ну как же без них-то? — Ну как-то надо без них, потому что, знаете, как-то раньше бывало без них, или, по крайней мере, может, там не наглеть. — Веками держится у нас такая схема. — Ну тогда мы, наверное, обречены на то, что у нас веками будет грязь во дворах, да. Так вот, потенциал намного больше, чем мы смогли раскрыть за этот год. — Как раз где раскрывать, я и попытался указать. — А что мешало раскрыть, на ваш взгляд? — Слабая команда, мы об этом говорили уже, да, команда откровенно слаба, и многие направления закрыты теми людьми, которые не способны управлять целой гигантской отраслью. Давайте пример приведу. — Давайте. — Дорожное строительство, мы уже говорили о нем, о тех потенциально 88 миллионах, которые не сэкономлены были из-за неучастия «Виат Автодора» в конкурсе на ремонт дорог в городе Кирове. Много это или мало? Это только одна позиция по одному предприятию. И опять же, мнение о 88 миллионах высказано не мной, а курирующим заместителем председателя правительства. Это, конечно же, только предположение. Там так и написано. — Предположительно. Но, тем не менее, два аукциона, в которых «Виат Автодор» участвовал, привели к снижению на 17 и 17,5% от заявленных сумм. То есть в среднем 17,25. Если предположить, что примерно такую же сумму «Виат Автодор» мог сэкономить бюджету, участвуя в аукционах, мы получаем 88 миллионов. Арифметика очень простая. При всем при этом «Виат Автодор» наверняка мог участвовать и наверняка мог сэкономить, потому что «Виат Автодор» заявился в качестве субподрядчика на ремонт дорог. И, естественно, получил денег меньше, чем получила организация «Генподрядчик». Ну вот вся логика. — Этот вопрос уже давно, кстати, обсуждается. Официальные лица как-то комментировали эту информацию? — Ну вот, я ссылаюсь на ответ зампреда Куземской. В нем вот это и написано. Но проверка пройдет не позднее октября. Мне кажется, и не раньше 10 сентября, наверное. И мы результаты этой проверки узнаем. Поймем, наверное, кто наказан. Именно здесь два раза не случайно сказал слово «наверное», потому что есть по этому поводу сомнения. — Что еще, кроме медленных темпов, каких-то упущенных моментов возможностей? — А вы знаете, вот как раз отсутствие положительной динамики в экономике сказывается на том, что у нас социалка хромает. На все четыре лапы, наверное. Не ноги, а прям лапы. — Сокращение тех льгот, которые можно было сохранить, это следствие промахов в экономике. Если мы сейчас начнем грамотно использовать те ресурсы, которые у нас есть, нам не нужно будет для начала резать социалку. А впоследствии мы наверняка сможем, развивая экономику, развивать и социальную сферу. У нас наверняка больше появится школ, детских садов. Они начнут появляться. Вообще начнем с этого. Вот два момента, которые никак не разорвать друг от друга. Нельзя вечно просить деньги из федерации. Федерация уже нам прям не намекает, а требует. Отличный источник. Но что-то мне подсказывает, что в федерации тоже кошелек не бездонный, и денег нам оттуда постепенно перестают давать в том объеме, в котором нам не то что даже нужно, а в том объеме, на который мы, по крайней мере, худо-бедно могли рассчитывать раньше. О том, сколько нужно-то, я вообще молчу. Надо зарабатывать сами. Возможности есть. И вот этой возможностью нынешнее правительство в полной мере не воспользовалось. Я слышал, вы в своем выступлении детей-сирот упоминали. Детей-сирот. Эту тему вы не оставите. Разгильдяйство чиновников, еще вот выпиющее, причем разгильдяйство чиновников, просто уже сейчас раздражает настолько, что говорить об этом спокойно нельзя. Но когда в Юрье, я уже приводил, например, сломанная балка свода потолка, того и гляди, свалится на голову жильцу, и при этом этот дом не расселяется, как раз-таки из-за того, что местная администрация испугалась своевременно поучаствовать в программе по переселению из ветхого аварийного жилья. Ну, а бы чего не вышло. Знаете, вот когда вы подписываете там некий документ о том, что дом подлежит сносу, нужно человека переселить, причем в краткие сроки. А если вдруг Федерация денег на это не выделила, то ответственность сложилась на муниципалитеты. Те, кто Федерации поверил и стали участвовать в этой программе, они, собственно говоря, много кого расселили. И есть прекрасные примеры поселений в рамках Кировской области, которые эту программу реализовали весьма успешно. Но есть примеры, где вот эта вот трусость, не знаю, там, неактивность глав поселений и районов привела к тому, что у нас вот эти случаи все еще есть, когда там наголову человеку может упасть собственный потолок. И это не шутка абсолютно. То есть вот эта подпорка, которую я лично своими глазами видел. Глава района долгое время не видел. И после того, как прям совсем уже там настояли на том, что нужно ему побывать в этом доме, он побывал. Ну, побывало действия какие? Никаких. То есть человек как живет там с угрозой жизни, опять же, под падающим потолком, так и живет. — Стоит ли в ближайшее время от вашей фракции, фракции, которую вы возглавляете, ожидать социально значимых законодательных инициатив? — Обязательно стоит, да. Фракция ЛДПР, я уже говорил, вносила законопроекты в поддержку семей имеющих детей. — Всех или многодетных? — Имеющих детей. — Имеющих детей. — Помните, мы обсуждали с вами 851 рубль, которых должно хватать на проезд, на питание и на покупку школьной спортивной формы детям. Мы предлагали все-таки эту выплату заменить возможностью получить вот эту льготу в натуральном виде. То есть, чтобы ребенок питался бесплатно, ездил бесплатно, ну и как-то имел возможность получить школьную форму. Так вот, мы будем настаивать, чтобы этот законопроект все-таки дошел до законодательного собрания. Это, опять же, отдельная история, как наши законопроекты рассматриваются, либо не рассматриваются. Приведу пример. Крайнее пленарное заседание ОЗС. Три законопроекта, которые ранее вносила депутат Сыкчина, мы в итоге приняли. Но завтра там других депутатов. Как происходит? Сыкчина вносит законопроект, ссылается на необходимость принятия той или иной нормы. — Упомяните суть хотя бы одного, поясните. — Депутаты, напомните. — Поправки в закон о муниципальной службе. Сыкчина вносит предложение. — Это лишение выплат? — В том числе, да. Ссылается на то, что есть мнение прокуратуры, ссылается на то, что федеральный закон не велит нам делать так, как прописано в нашем законе. И требует соблюсти законность. В итоге большинство депутатов этот законопроект отклоняет. Проходит буквально два месяца, появляется предписание прокуратуры, которое требует устранить нарушения. И вот та норма, которую предлагала Сыкчина, один в один попадает в предлагаемый проект закона. — Но уже за авторством кого? — Ну, кого-то другого, я вам точно не скажу. Точно не Сыкчина. И точно не представителя оппозиционных фракций. ЛДПР точно там никого не прописано. То есть, если своих идей не хватает, приходите, мы будем делиться. Не жалко. Другое дело, что это же маразм. Сегодня проголосовать против инициативы, а завтра за нее же проголосовать. Ну, как минимум, непоследовательно, избирательно, наверное, сложно будет объяснить, почему депутат, может быть, закон не просчитал, может быть, в суть не уник. Но месяц назад или два голосует вот так, а спустя время голосует по-другому. Театрально противоположено. — Владимир Костин, координатор Кировского рекотделения ЛДПР. Это его особое мнение. Сейчас небольшую паузу сделаем, рекламную, и скоро продолжим. Продолжается особое мнение. Есть вопросы вам, Владимир, на сайтах herva.ro. Вот, например, Сергей, видимо, недоволен тем, почему это Владимир Вольфович идет на выборы в двух десятках регионов. — Да, Владимир Вольфович идет не только у нас, возглавляет списки. Владимир Вольфович презентует ту команду будущих депутатов, которые будут работать в регионах, в Думах. И тем самым подчеркивает, что он отвечает за этих людей. То есть он с ними. Это действительно его команда. Поэтому ничего тут удивительного нет. А может быть местные будущие управленцы, которые по-другому увидят развитие нашего города. Поэтому ничего здесь сверхъестественного нет. — Не запрещено. — Не запрещено. И да, Владимир Вольфович берет ответственность на себя. — Следующий, написавший на сайтах herva.ru, напоминает вам о работе агитаторов партии. Есть проблема оплаты их труда. — Вы знаете, все, кто работал в партии в прошлом году, пришли и вознаграждение свое получили. Причем получили вознаграждение точно больше, чем в среднем по региону и даже больше, чем партией было изначально обещано. При этом я вижу какие-то непонятные комментарии в соцсетях, вижу непонятные сообщения где-то на сайтах, где как будто бы кому-то недоплатили. В чем сложность? Если вам недоплатили, вы придите и получите. Если вам действительно какие-то злостные уклонисты от уплаты на то, что должно быть уплачено, деньги не выплачивают, идите в правоохранительные органы. Но ведь ничего этого нет. И опять же, о каких-то массовых невыплатах люди говорят. Это бред. Более того, я вам скажу, я уже предполагал, что будет крайне грязная избирательная кампания, невзирая на заявление председателя ЗАГСобрания о том, что мы должны подписать какой-то меморандум. Которые, как вы сказали, не знали, что готовится. Мы знали, что он готовится. Не знали, что нас ждут на его подписание. В 11 часов в тот день? Да, да, да. То есть, как бы не пригласить и ждать, что все придут. Но это, мягко говоря, опять же, странно. Так вот, уже сегодня из двух районов, Мурашинский и Шабалинский, пришли сообщения следующего рода. Наши активисты сообщают, что им на телефон приходит сообщение, в котором как будто бы набирают каких-то людей в партию ЛДПР. Им будут платить там по 3 тысячи рублей. И для того, чтобы эти деньги получить, нужно отправить реквизиты банковской карты. Пользуясь случаем, всем говорю, это точно не сообщение от ЛДПР. Если вообще, в принципе, любые сообщения, в которых просят ваши банковские реквизиты, очень смахивает на мошеннической. И в лучшем случае нужно проигнорировать, в худшем случае обратиться в полицию. Заявление, кстати, подано уже. Сейчас мы готовим, да. То есть нужно... Из двух районов, как вы понимаете, это не случайно, да. Тем более, районы так удалены друг от друга. Будем дальше следить за событиями, но всех тех, кто пострадает от мошенников, призываю приходить в том числе к нам. Но никакие сообщения партия ЛДПР не рассылает. Еще одно сообщение от Сергея, я имею в виду сообщение на сайте, на нашем. Он высказывает недовольство, так вот, в целом, видимо, деятельностью ЛДПР. В том смысле, что вы постоянно там говорите, что мы накажем, обязательно разберемся. А есть ли у вас действительно профессионалы среди коллег, сотрудников, знакомых, которые с вами работают непосредственно. И вот точно, стопроцентно решают проблемы граждан. Сергей, приходите в приемную на «Свободы-72» и оцените наших профессионалов. Но опять же, то, с чего мы разговор начинали по управляющей компании Ленинского района, как бы намекает на то, что профессионалы есть, и мы можем добиться результата конкретного. Масса обращений, я уже говорил о том, что и по обманутым дольщикам у нас есть положительные решения, и по пенсионному фонду всего не перечислить, поэтому можно только оценить, придя к нам. Так, продолжаем. У нас времени все меньше и меньше остается. Давайте теперь о городских делах поговорим. И вот как раз-таки на последнем уже заседании городская дума 5-го созыва приняла решение о том, что нужно приватизировать несколько муниципальных предприятий. Это стопроцентно относится к центральному рынку. Гостиница «Губернская» частично относится к компании «Куприт» и полностью относится к детскому миру. Как вам такое решение? Крайне странно, когда на последних заседаниях принимаются подобного рода решения. Очень странно. У нас предыдущее ЗАГСОБрание много чего напринимало для того, чтобы этот созыв не мог эффективно работать. Понятно, кто лоббировал. Те, кто сейчас, собственно говоря, властью зурпировали, мы об этом уже говорили много раз. Поэтому сразу же подозрение на то, что что-то там нечисто. При этом... Что нечисто? Что именно? Опять же, подозрение. Просто общее ощущение, что что-то нечисто. Общее ощущение, да. На последнем заседании, ни раньше, ни позже, может быть, это плановое мероприятие. И так действительно и хотели утвердить план приватизации, в который попали вот эти объекты. Сам факт того, что объекты приватизируются, продаются, у меня абсолютно никаких негативных эмоций не вызывает. Потому что уже говорил, чтобы городское хозяйство приносило доход, там должны быть грамотные управленцы. Я вот сильно сомневаюсь, что человек, который выкупит, например, Детский мир, вдруг потом возьмет на себя долги в 106 миллионов какой-нибудь соседней с ним организации. Это к эффективности. Это к эффективности. То есть если есть люди, которые способны управлять имуществом эффективней, да проще продать. Потому что пройдет 2-3-5 лет, и мы это имущество за долги отдадим. Давайте хотя бы сейчас продадим с таким качеством управления, которое в городе присутствует. А вот правильно ли проведена оценка, пока не готов сказать. Оценка вы имеете в виду суммы, которые хотят выручить? Да, потенциальные, которые заявили. Но это же, я так понимаю, стартовая цена, стартовая стоимость объекта. И плюсом оценочное какое-то видение Департамента муниципальной собственности города Кирова, которые они закладывают при планировании бюджета. Мы, допустим, получим полмиллиарда рублей. Наталья Мамедова, глава департамента у нас была в студии, она поясняла, что это самые скромные подсчеты. Тот же центральный рынок, на самом деле, он там будет вставляться. Стартовая цена. Это какая-то стартовая цена, от которой наверняка торги пойдут вверх. Ну, дай бог, чтобы пошли вверх. Потому что часто у нас бывает так, что объект выкупается ниже рыночной стоимости. Торги проходят как-то непрозрачно. Бывает такое? Наверное, основную массу горожан интересует судьба центрального рынка больше всего. Александр Перескоков, глава администрации, заявил, что точно там жилой застройки не будет. В случае, если он будет приватизирован. Наталья Мамедова в нашей студии сказала, что новый собственник может делать все, что хочет. Это к вопросу, опять же, об ответственности. Александр Викторович Перескоков сейчас занимает свою должность. И, говоря, точно не будет, может быть, подразумевает, что при мне точно не будет. При мне? Да. А не уйдет ли он там в отставку или на пенсию через какое-то время? Мы с вами не знаем. При нем не будет. А новый собственник решит, что без Александра Викторовича он может делать все, что угодно. Например. И Мамедова в этом плане права. Действительно, у собственника будет право что-то там построить свое. И будет ли это то, что будет радовать кировчан, большой вопрос. Вы же помните эту историю, что там планировалось в совсем недалеком прошлом? Гигантский торговый центр. Усилиями прокуратуры, собственно, институционное соглашение было расторгнуто. Хотелось бы, чтобы прокуратура не только здесь проявляла принципиальность. Парк Победы все тоже прекрасно помним. И там прокуратура не сумела дожать. Вопрос о том, что соглашение незаконное. Хотя тоже вроде активно себя показывало. Дай бог. А в целом, как оценивать итоги работы 5-го созыва городской думы? Городской думы неудовлетворительно. Городская дума, в отличие от законодательного собрания, имеет возможность напрямую влиять на эффективность экономики города Кирова. У нас масса муниципальных предприятий. У нас масса предприятий с муниципальным участием. И повторюсь, они или убыточны, или приносят совершенно незначительный доход. И представители городской думы входят в состав либо попечительских советов, либо советов директоров этих предприятий. И предприятия показывают низкий эффект. Соответственно, можно сказать, что низкий эффект, в том числе, обеспечен слабой работой городской думы. У нас бюджет города Кирова порядка 10 миллиардов рублей. Бюджет Казани 19. При этом Казань в 2,5 раза по численности больше Кирова. И если вот так вот сравнивать, в 2 раза у нас меньше бюджет, но в 2,5 раза меньше численность. Уже, наверное, возникают вопросы. А если приехать в Казань и посмотреть, как там и как у нас, вопросов становится больше. Всегда можно говорить, что у нас денег нет. А можно сказать, а вот 10 миллиардов это, собственно, что? Это условно 5 школ, 300 километров дорог. К примеру, эффективность использования средств. Более того, те ресурсы, которые есть, сейчас скорее работают против нас, чем на нас. В будущем ситуация изменится, на ваш взгляд? Можно попытаться изменить? Вы знаете, если не верить в то, что ситуация изменится, то, наверное, стоит собирать чемоданы и уезжать. Лично я верю, что ситуацию можно изменить. Более того, формируется новый состав городской думы. Какой он будет, зависит только от жителей города Кирова. Надеюсь, что он будет эффективнее, чем был в прошлый раз. Ремонт дорог. Пару слов, чтобы вы прокомментировали. На прошлой неделе начальник отдела благоустройства и транспорта Симаков заявил, что только одна из 28 отремонтированных участков дорог была сдана в срок. У многих уже серьезные опасения возникают. Успеем ли мы уложиться? У многих опасения возникают. Если весны не было, к лету тоже претензии. А вдруг у нас зима настанет в сентябре? Я бы так сказал. А вдруг у нас зима настанет? Да, знаете, как-то всегда неожиданно у нас это происходит. Первые опасения, кстати, у Александра Викторовича Перескокова возникли еще, по-моему, в июне. Или даже раньше. Насчет того, что мы можем что-то не успеть. И возникли они не зря, когда подряд выигрывает организация, которая техникой не располагает. И большие сомнения по профессионализму. Если там действительно специалисты, которые в дорожном строительстве понимают, опасения действительно есть, они копятся, копятся. И сейчас вот там один из 28, да, с данных объектов эти опасения укрепляет. Другое дело, что да, действительно погода в этом году вот прям не благоволит дорожным работам. Надеюсь, что дорожники в срок справятся. Хотя уже сейчас те, кто живут на Юго-Западе, представляют, как объекты задаются. Вот этот вот холм из асфальта и щебня, который на перекрестке Юровской и строителей. Но он не говорит о том, что работает. То, что после урагана. Да, 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 ну вы знаете, это всего лишь один, ну да, ураган. Да, воды было очень много. Но воды было много, почему? Потому что нет ливневок, да, отчасти. Потому что и к дорогам у нас есть вопросы, да, когда там совсем не предусмотрен какой-то сток воды. Естественно, она катится вся по асфальту. Но вопрос, а как она под асфальт-то пробралась? То есть если у нас новый асфальт, он в принципе там, ну ссылается часто на то, что мы часто много раз переходили через ноль. Ну то есть была там какая-то температура на грани ноля плюс-минус. И вода, попадая в асфальт, замерзала, разрушала этот самый асфальт. Попадает она из-за дефектов туда, да. А сейчас даже мы ни разу через ноль не перешли, вода уже как-то в асфальт просочилась, его разрушила. И да. Вот бессильный мы перед стихией. Перед бездарными. Перед бездарными дорожниками и перед раздолбайством мы бессильны. Пока. Ну будем надеяться на лучшее. Будем. О чем вы сказали. Спасибо большое, Владимир Костин, координатор Кировского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Кировской области. Особое мнение заканчивается. Всего доброго. До свидания. Всем спасибо. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok